1 марта 2017 года власти РФ повесили еще один камень на шею гражданам России, де-факто аннексировав часть районов Донецкой и Луганской областей. Предприятия украинской юрисдикции, расположенные на временно оккупированной территории Донбасса, перешли под внешнее управление Москвы. Формально это преподносится как действие так называемых лидеров марионеточных псевдореспублик. Народные республики Донбасса сегодня ввели внешнее управление на всех предприятиях, которые оставались под украинской юрисдикцией. На такие меры пошли из-за экономической блокады, которую устроили украинские радикалы с молчаливого одобрения Киева. Предприятия Донбасса теперь планируют переориентировать на Россию. А в ЛНР с сегодняшнего дня вообще сделали основной валютой российский рубль. С 1 марта налоги таких предприятий будут поступать в бюджет России. Естественно, теневым путем. В понедельник, 27 февраля 2017 года российские власти через своих подчиненных Захарченко и Плотницкого потребовали от Украины прекратить транспортную блокаду некоторых районов Луганской и Донецкой областей до 1 марта. В случае невыполнения требования оккупанты обещали ввести внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции и перестать поставлять уголь в Украину. В настоящее время на контролируемой Кремлем украинской территории действует несколько крупных заводов и десятки шахт, сохраняющих украинскую юрисдикцию. Среди них более 20 шахт, крупнейшая из которых шахта имени Засядько в Донецке, а также ряд металлургических предприятий. Заработная плата их работникам выплачивалась в украинских гривнах и на карточке украинских банков. Если, как предлагает товарищ Захарченко, произойдет то, что произойдет, на сегодняшний день на все эти предприятия зарплата оплачивалась в гривне на карточке украинских банков. И они от этого ничего не получали. Если оно это сделает, это просто все остановится. С начала вторжения весной 2014 года вооруженные мародерские силы РФ вывезли в Россию 18 украинских заводов, 12 из Луганской и 6 из Донецкой областей. Украинской экономике нанесен ущерб в десятки миллиардов долларов. Однако путинская авантюра стоила российской экономике ущерба в 300 миллиардов долларов. Теперь на плечи российских налогоплательщиков ложится еще одно бремя. Уголь, металлы, тем более продукты питания из временно оккупированных территорий Украины в России не нужны. А по поводу, как вы сказали, донецкая, донецкая продукция, если у украинского металла в сопроводительных документах не написано made in Ukraine, этот металл никому не нужен. Вы никуда его не денете. А вот платить зарплаты и пенсии, местному населению придется, дабы избежать бунта. И Медведеву, поборовшему безработицу в РФ, пора начинать думать, как добиться такого же головокружительного успеха в отдельных районах Донбасса. Мы с безработицей справились, но сегодня мы должны думать о решении других задач. Я сейчас рискну и применю к вам предлагательное коварной. Зачем? Я вам хронику расскажу последних двух суток. Значит, выступаете вы на форуме, там внизу, около моря, говорите, все неплохо, инфляция рекордно низкая, рост возобновился. Потом в такую красоту приглашаете губернаторов, они расслабленные сюда приезжают. И вы им тут про бюджетную дисциплину такое, но я слышал это начало. И главное, что по всей стране нарушения Хакасия, Кабардино-Балкария, Орловщина. Что это вы так за губернаторов-то взялись? Коварно. Мы же все наследники Византийской империи, поэтому у нас свои методы общения в разных ситуациях, по-разному общаемся. Сука, дебил. Напомним, блокада торговли с оккупированными территориями была инициирована ветеранами батальонов Донбасс и Айдар в конце 2016 года. Изначально основным требованием блокадников было освобождение пленных военнослужащих и добровольцев, удерживаемых российскими властями в заложниках. Однако затем участники блокады потребовали принять закон об оккупированных территориях, прекратить поставки угля из неподконтрольных Украине районов и полного разрыва любых экономических связей с ними. Бачим, что достаточно интенсивно идет рух, как в одну, так в другую сторону, с завантаженными потягами. Это искренний приклад торговли на крови, который происходит вот с этой гилкой. В нашу думку, она на сегодняшний день не найжирнейшая из всех. 15 февраля правительство Украины было вынуждено ввести чрезвычайное положение в сфере энергетики из-за блокирования поставок антрацита, занятых российскими войсками территорий Донбасса. Ряд украинских предприятий был вынужден сократить производство из-за недостатка сырья. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман неоднократно призывал остановить блокаду, которая якобы может привести к веерным отключениям электроэнергии. А президент страны Петр Порошенко назвал блокадников политиканами, которые хотят отрезать неконтролируемые районы от Украины и сорвать план возвращения их политика дипломатическим путем. Выключено политико-дипломатическим шляхом мы должны повернуть все территории Украины. И абсолютно другая позиция политиканов, которые говорят, что нужно отрезать эту территорию и де-факто подарить ее. Наконец-то украинские власти научились использовать тактику кремлевских шулеров. Будет облокада сколь-нибудь опасной для самой Украины и ее экономики? Вопрос разрешили бы в считанные часы. А так, мы тут ни при чем. Это ветераны блокируют, а мы с ними ничего сделать не можем и даже выступаем против их действий. А мы тут ни при чем, а мы тут ни при чем, совсем не понимаем, не знаем, что почем. А мы тут ни при чем, а мы тут ни при чем, кушаем мацу, играемся с мячом. И еще во всей этой истории будет очень показательная ситуация в отношении того, как Донбасс кормил всю Украину. Как говорят митингующие, мы не хотим за свой счет кормить всю западную Украину. И если вы, дорогие жители западной Украины, не понимаете, с каких... Как бы это сказать литературно, вам платят пенсии, вы должны бы понять, что это все на промышленных регионах. Ваши пенсии выходят, ваших детей учат. Куда вы их посылали своих детей? Куда их посылали? Шахты уже половина заблокированы, или как это правильно называется, затоплены, не работают. И все это при помощи Украины. Поэтому мы все против, естественно, вот этой вот блокады, всего этого. Естественно, хочется, чтобы все было в наших руках. И мы будем бороться. Мы очень верим по поводу того, что мы все-таки победим. Теперь можно кормить только себя. А остальная часть страны пусть завидует. Я надеюсь, что мы все-таки, и Владимир Владимирович, и Янукович наш, что они все-таки вернутся к нам, заберут к нам. Я считаю, что наш русский мир, Донбасс и Россия, должны бы соединиться. И я сделаю все для того, чтобы это произошло. Чем же грозит отделение Донбасса? Ну, вы знаете, последствия такого отделения могут быть, ну, для Украины, действительно, иметь такие негативные очень последствия, потому что, ну, Донбасс, как часть такого промышленно развитого Юго-Востока Украины, ну, играет очень большую роль, так сказать, и в экономике Украины. Кстати говоря, даже по уровням доходов, то есть Донецк, Донецкая область, он на уровне столицы, Киева. То есть это один из самых развитых регионов, и последствия, ну, очень серьезные будут. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok